Со 2 по 11 декабря в рамках форума проходили тематические площадки по ключевым направлениям рабочих групп. Работа регионального форума действий завершилась проведением ежегодной конференции, на которой донские фронтовики подвели итоги деятельности за текущий год. В рамках заседания тематической дискуссионной площадки «Честная и эффективная экономика» прошли общественные слушания. Куратором проекта стал Центр мониторинга, технологической модернизации и научно-технического развития ОНФ. В мероприятии приняли участие более 100 человек, среди которых представители органов власти, общественности, агропромышленного комплекса, медицинского, делового и научного сообщества. Эксперты говорили о мерах по недопущению дефицита социально значимых товаров и роста их стоимости для рядовых россиян. По заверению министра промышленности и торговли Мантурова, темпы роста фармпроизводства, фармпромышленности, даже в условиях кризиса, они идут опережающими темпами. Так что, безусловно, качественные и эффективные лекарственные препараты будут поставлены. У нас из-за кивальмази рубля, вырос экспорт всего лишь на 8%. И в следующем году такая статистика уже нам не сведена. То есть мы не видим, что это вообще... Да, то есть мы не видим реального роста производства. И как раз-таки это очень показательно и, к сожалению, очень некрасиво, нехорошее. Было озвучено поручение в адрес правительства Ростовской области установить регламент персонифицированной ответственности для глав администрации муниципальных образований за каждый факт опубликования недостоверной информации о выполнении этапов государственных программ. Кроме того, состав отделения пополнился новыми активистами. А региональный штаб избрал нового сопредседателя в лице Михаила Попова, ранее курировшего рабочую группу «Социальная справедливость». Президент поставил задачу очень четкую. К 2020 году 100% всех продуктов должны стать отечественными. Что мы видим? Например, Ростовская область сегодня сказали – лидер по производству потолочного масла. При этом на полках сколько? 23%. Это меньше четверти. Меньше четверти доходит от пола. В таком это сказывается. Каждый из нас, каждый день, каждый день у нас потолочные используют. Это точно. Требовать от каких-либо субъектов рыночного предпринимательства, чтобы они насильно куда-то объединялись – это достаточно тяжело. Потому что у всех разные возможности, у всех разные видения на бизнес-процессы. И когда мы уже проходили, знаете, когда у нас были колхозы, все общее, и вы прекрасно понимаете, чем все заканчивалось. У нас вообще было очень мало продукции на самом деле. Поэтому другое дело, что государство должно слышать проблемы этих фермеров и помогать им, может быть, объединяться, либо давать какие-то преференции, бонусы, субсидии. Хотя сейчас есть программа, конечно, и субсидированная, и преференции для наших сельхозпроизводителей. На самом деле я видел картошку, упакованную уже в нашу, в нашу упакованную картошку. Мы ее можем увидеть там и в наших сетевых магазинах, в Ашане. Вот, кстати, фермер, про который мы сейчас говорили, он начал наконец-то. Я знаю, что была большая проблема поставки именно ростовской картошки на заводы, которые выпускают чипсы в Азовском районе. И я просто рад, когда я сейчас услышал о том, что он начал поставку. Потому что там тоже была проблема мытья картошки, была проблема упаковки картошки. То есть, то, что они, по-моему, с Воронежской области возили картошку, они тоже возили российскую картошку, но, к сожалению, не ростовскую. Я рад, что, допустим, в части ищущей добре, знаете, как говорят, то есть, вот мы видели реального человека, который поставляет эту картошку. Я считаю, что, может быть, у других другое видение развития рынка, у них другие возможности поставки. Это все очень субъективно. Вы знаете, два основных момента хотелось бы мне озвучить. И то, что уже на сегодняшний день делается, и та работа, которую мы в этом отношении намерены продолжать, это законодательство, связанное с налоговыми каникулами. Я о нем сегодня сказала. Мы, и действительно, рабочая группа, наша честная и эффективная экономика Общероссийского народного фронта, торгово-помышленная палата, выносили свои предложения в проект по включению ряда отраслей, в первую очередь, поддержки аграрного сектора, сектора АПК, для того, чтобы те предприниматели, которые начинают свой бизнес в этом секторе, могли пользоваться также поддержкой, могли воспользоваться этой самой нулевой ставкой. И в июне месяце первоначально был принят закон профильный, далее в ноябре месяце были внесены изменения с расширением перечня отраслей. Но также наши активисты выступают очень активно за тот факт, чтобы максимально дать преференции и нашим инвесторам. То есть продумать, какие налоговые преференции мы можем предоставить им, это также со стороны законодательной. Это первое. И второй момент не совсем касается законодательства, но необходимый. Это создание единого информационного портала, так называемой биржи потребностей, о чем сегодня также было сказано, чтобы наши верифицированные участники, зарегистрированные участники хозяйственной деятельности, также того же сектора АПК и наши малые формы хозяйствования, те, кто начинают свой бизнес, кто уже работает в этом отношении, имели возможность дать себе информацию и получить информацию о тех потребностях, которые существуют на сегодняшний день. Это тема не только регионального масштаба, но и федерального. И президент также задачу эту ставил в своем послании, максимально обеспечить экспорт нашей продукции. В области только что завершилась площадка по имени этого замещения, где и мы были этому свидетельствами, была жаркая дискуссия, особенно в конце, с применением тяжелой артиллерии из классических примеров и классических примеров из жизни. Подводя итоги этой площадки, мы будем отметить, что в принципе мы все сподимся в одном. Мы можем предпринимателям самостоятельно заполнить деньги, которые в условиях современного протекционизма, в условиях антисанкций появились. Для этого нужно облегчить им жизнь в порядке направлений. Прежде всего это субсидии, кредитные ставки, прежде всего это, можно было озвучить, какие же импортозамещения. Информационное обеспечение, куда идти, предпринимательство, для того, чтобы совершить какой-то, пусть маленький, но прорыв, где импортозамещение. Что касается не только сегодняшней площадки, а всего того форума действий, который мы начали первой площадкой 2 декабря, сегодня мы подводим это. Сегодня у нас завершающий этап, проходит конференция нашего регионального штаба, на котором мы будем не только благодарить, а говорить о том, что мы не смогли сделать, но что мы обязательно сделаем в следующем году. И мы надеемся именно с вашей помощью, с помощью, потому что, в принципе, наше главное оружие – это публичность и эксперты. Экспертов мы стараемся привлекать, стараемся поднимать, пусть тяжелые, пусть трудные вопросы, пусть, может быть, даже политически не очень выигрышные вопросы. Мы стараемся их обсуждать и стараемся их доносить, и через публичность, через СМИ привлекать дополнительные эксперты, привлекать людей к нашим организмам. Спасибо вам.